Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Утренний кофе». Сегодня у нас в гостях молодой, но уже известный, один из главных исполнителей роли Миши Пономарёва в сериале «Молодёжка» Илья Коробко. Илья, доброе утро! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, как вы начинаете своё утро, чтобы оно для вас было добрым? Ну, вы знаете, в конце того года у меня появилась девушка, и каждое утро действительно стало добрым, потому что она заставляет меня завтракать, пить чай и проводить утро так, как нужно. Потому что до этого я предпочитал больше поспать, ну и встать за меньшее время до выхода, и я не успевал ни завтракать, ни пить кофе уж тем более. Поэтому утро начиналось где-то либо на съёмочной площадке, либо в месте, где мне приходилось работать. А сейчас такое настоящее утро, просыпаемся, душ, контрастный чаёк, ишенка, всё как надо. То есть появилась забота настоящая, да? Наконец-то, да. А кофе в постель у вас случается? Ну, это я могу сделать такие... Бывает такое? Такие жесты, да. Да? Да, конечно. Ну, куда без этого. А сами готовите? Готовлю, да. Интересно. Ну, вот эту неделю просто она мне проспорила, поэтому она завтраки готовит. А так обычно я стараюсь это делать, поскольку у неё работа постоянная, то есть она пять дней работает, два отдыхает. И пока она там занимается собой, я стараюсь приготовить завтрак, успеть. Илья, вот такой вопрос. Насколько я знаю, ваши родители не творческие люди. А как вы попали в актёрскую профессию? Это интересная история на самом деле. Мне было лет шесть, да, как раз первый класс, наверное. И бабушка меня с сестрой повела в театр имени Ермоловой на спектакль «Мэри Поппинс». Первый раз в жизни я в театр вообще попал. Это был театр Ермоловой. И к бабушке подошла женщина, говорит, как и у вашего внука, и глаза, дала визитку с Мосфильма, говорит, поставьте его в базу в актёрскую. Но бабушка с мамой долго не думая, отвезли меня, отфотографировали, в базу поставили. И спустя неделю я снялся сначала в одной рекламе, потом в другой рекламе, потом был на эстез такой проект «Няня», «Моя прекрасная няня», я там в эпизоде тоже снялся. А потом произошло, я считаю, чудо. Был кастинг в театр Ленком на роли одного из трёх сыновей Николая Караченцева в спектакле «Город миллионеров». И я этот кастинг прошёл. И 10 лет я отработал в Ленкоме с огромным удовольствием, играл то младшего... Как это звучит? Молодой человек говорит, я 10 лет отработал в Ленкоме. Да, это круто звучит, действительно круто. И я играл сначала младшего, потом среднего, потом старшего сына, и потом Геннадий Хазанов играл эту роль, и Инна Михайловна Чурикова прекрасная. Да и вообще весь состав этого спектакля, это, конечно, были незабываемые такие времена, особенно для меня, как для ребёнка, который уже в то время понял, что хочет быть артистом. И эти все гастроли. С мамой в Питер мы ездили, я помню, там полторы что ли недели гастролировали, тоже было очень здорово. А когда учился в ГИТИСе, непосредственно в ГИТИСе поступил на курс Владимира Алексеевича Андреева, а он художественный руководитель театра имени Ермолова, и я подумал, что это какая-то судьба. Ну да, это такой знак прям свыше. Ну и вот он ещё взял меня туда работать, я тоже какое-то время отработал там. Детские спектакли мы играли, тоже было весело. Пока там всё переформироваться не началось, и мы стали ненужны этому театру. А как сейчас у вас складывается отношение с театром? Или, скажем, кинокарьера, она вытеснила вас с театральных подмосток? Ну, в какой-то момент вытеснила, да, но с каждым годом, пока ты не работаешь в театре, понимаешь, что это нужно, и очень хочется вернуться на сцену, потому что просто всё твоё естество этого требует. Но сейчас вы ни с каким театром нигде не сотрудничаете, и планов ближайших каких-то... Я хочу, и много планов по тому, как возвращаться. Я прорабатываю в своей голове, естественно, всякие стратегии, как я могу это сделать, как попасть в театр. Но с другой стороны, пока всё получается в кино, хочется сниматься, потому что кино я тоже безумно люблю, и не представляю свою жизнь без этого. Если вот, ну, всё-таки у вас больше театральное образование, да, ГИТИС вы закончили. Кстати, легко было поступить? Вот вам как? У меня был прекрасный педагог. Мама моего педагога готовила, Олега Далек, поступлению. И я читал его программу. И мне это каких-то сил давало. Причём у него программа была, допустим, Бершов, Конёк, Горбунёк. Там, не знаю, Лермонтов, Пушкин. Ну, все классики. Это было очень, ну, не знаю. Я поступил в три сразу института. И везде вас взяли? Да. Сразу, да? И у меня вот был... У меня ещё мой педагог Наталья Семёновна говорила, что вот увидишь, будет день, мы сядем, будем выбирать ещё, куда идти. И вот был в ГИК, Щука и ГИТИС, соответственно. Но выбрали ГИТИС, поскольку, я говорю, подумали, что это какой-то знак. Владимир Алексеевич Андреев. Да он меня ещё с первого тура прям говорит, приноси документы, будешь у меня учиться. Ну, я как-то почувствовал, что он мне доверяет, и очень хотелось доверять ему. Несмотря на то, что до второго курса он вспоминал мою фамилию, всё время говорил, мальчик. А что вы читали, когда в ГИТИС поступали? Ну, в основном, я говорю, мне приходилось читать «Конька Горбунька». Можете что-нибудь вспомнить? Пару строчек для наших зрителей? Ну, да, конечно, могу. Вот Данила вдруг заметил, что огонь вдали засветил. Наговорил он, взглянул, левым глазом подмигнул и прикашлянул легонько, указав огонь тихонько. На этот момент мне говорили, хорошо, что-нибудь ещё у вас, может быть, есть? И забавно, что мне постоянно просили станцевать что-нибудь. А я с танцами как-то особо в жизни не был связан. И танцевать кроме там в присядку отчебучи чего-то я не мог. Ну вот Владимиру Алексеевичу я отчебучил в присядку. Они, конечно, там ещё, видимо, подумали над тем, предлагать ли мне место на курсе или нет. Но тем не менее на курсе меня взяли. У вас было много, ну вот до 2013 года, много было второстепенных ролей, эпизодических, но, как я понимаю, 2013 год это был такой переломный в вашей творческой судьбе, когда вы снялись в одной из главных ролей. Это Миша Корольков. Пономарёв, да. Ой, Пономарёв. Миша Пономарёв в известном вот молодёжном телесериале «Молодёжка». Как вы попали туда, в этот проект? Началось это задолго до 2013 года. Может быть, за полтора года до этого. Я ещё институт заканчивал. Снимали сначала пилот этого сериала. И совсем другой режиссёр был, Кирилл Кузин. И он нас... Мы с ним как-то нашли общий язык быстро. И вообще я пришёл, по-моему, на «Молодёжку». У меня был номер 001. На пробу я пришёл. Самый первый. Потому что я очень хотел. И когда услышал, что проект будет про хоккеистов, я подумал, что это... Ну, это стоит того. Потому что это действительно круто. Вся страна болеет хоккеем. Все любят хоккей. Наша сборная постоянно побеждает. И я люблю. Стал любить хоккей. Лучше так сказать. И начались тренировки. Сначала перед съёмками. И вот это погружение актёров в мир хоккея... Нам, всем молодым актёрам, казалось, что мы как в Голливуде работаем, честно говоря. Потому что у нас тренировки на льду. Тренировки в зале там с тренерами. У нас постоянно нас возили на всякие матчи. Нас знакомили со сборными. Сборная России. С молодёжной сборной. Со взрослой сборной. С хоккейным клубом «Динамо». С крутыми тренерами. Я не знаю, до кого мы только не успели повидать за это время. И вот пилот был снят. Естественно, все сидели вот так вот. Утвердят, не утвердят. Всем ли составом. Потому что даже за время съёмок пилота мы успели стать командой. И очень не хотели, чтобы какой-то состав менялся. Но, тем не менее, одного парня у нас поменяли. Добавили ещё несколько персонажей. Чтобы интереснее было, как я понимаю. Но это авторские дела. И, собственно, приступили непосредственно к съёмкам. Спасибо большое арт-пикчерсу, вообще, и Фёдору Сергеевичу за такой подарок судьбы. Потому что это действительно... Когда нам пришли майки, вот эти вот с нашими фамилиями, наших персонажей. Такая радость, конечно, была. Ну и я всегда говорил всем, что совмещать свою любимую профессию с таким видом спорта, как хоккей, это дорогого стоит. Это очень круто. Когда у вас, ну, вы вот проходили кастинг, было одним из условий умение кататься на коньках и как-то вообще держаться на льду? У нас были такие пробы на льду, где нам дали коньки и просто сказали, покажите, что вы умеете. И мы вот последние полгода гастролировали по необъятной нашей родине с таким тур «Молодёжка». Это всё называлось, группы, которые писали самонтреки, поют там песни свои для наших сериалов. А мы, актёры, показывали какие-то смешные видео, общались с залом, рассказывали, как проходили съёмки и так далее, и так далее. И мы вот всем показывали очень смешное видео с этих проб, где все мы падаем, очень неуверенно стоим на ногах. Но это смешно действительно выглядело. Но, тем не менее, у нас были очень крутые тренеры, которые поставили нас на коньки. И многие из ребят и в любительских командах играют, ну, или играли вот там предыдущий год. Всё, естественно, у актёра зависит от работы. Есть свободное время, ты занимаешься, играешь. Я вот старался вообще тренировки в этом году не пропускать, у меня получалось, поскольку работы немного было. Но, тем не менее. Дорогие друзья, мы прервёмся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, и мы продолжим наш интересный разговор с Ильёй Коробков. В эфире программа «Утренний кофе» и наш гость Илья Коробков. Илья, возвращаясь к сериалу, что самое сложное было именно в вашей роли? И, может быть, были какие-то эпизоды или эпизод, которые было тяжело сыграть? Съёмки сериала — это всегда такое некое производство постоянное. Ну, то есть очень темп съёмок, он очень высокий. Это очень быстро всегда всё происходит. Это не как в кино, когда вы снимаете три минуты в день, и у тебя есть время порепетировать, пообщаться с режиссёром, что-то обсудить. Тут нужно приехать и отбить 15 сцен за день в одной квартире. И эта сцена, одна сцена может быть из первой серии, следующую сцену ты будешь играть из восьмой, следующую — из сороковой, потом опять и со второй и так далее. И постоянно следить за этим, следить за тем, чтобы твой персонаж зашёл в одну дверь с одним настроением и из другой двери спустя месяц вышел с этим же настроением на съёмках. Это довольно сложно. А поскольку у меня такая получилась одна из самых драматических ролей сериала, у меня, как обычно, роль без родителей. Тяжёлая судьба. Но у меня папа один, да, там и бабушка. Тяжёлая судьба мальчика, папа пьёт. Естественно, было очень много сцен, в которых нужно как-то это всё сделать очень душевно, трогательно, чтобы, не дай бог, никого не обидеть, чтобы люди, у которых судьба похожая, поняли, что и в таких ситуациях есть выход, и всегда можно как-то решить любую ситуацию, то, естественно, вот этого небольшого времени не всегда хватало для того, чтобы я, допустим, чувствовал, что у меня получилось. То есть были моменты, когда я уезжал с площадки и думал, что вот, ну, мне кажется, что не дотянул. Хотя режиссёр всегда мне говорил, что всё хорошо, Алюш, не переживай, всё будет отлично, всё получается, всё получается. Команда у нас очень хорошая, все верят друг в друга, мы стали одной семьёй очень быстро, и работать было, вот, часто задают вопрос, что было сложно, а, не знаю, было всё настолько интересно, что на сложности редко обращаешь внимание. Но вы довольны этой своей работой, когда вы пересматриваете, или есть моменты, где бы вы себя покритиковали? Я, честно, я два сезона отсмотрел от серии до серии, и мне было очень интересно. На себя смотреть очень сложно, и я стараюсь этого не делать. Я отворачиваюсь во время своих сцен, просто слушаю, но слух тоже воспринимается нормально. А за ребят я очень рад, очень люблю, как там некоторые из моих коллег играют, я их просто обожаю как артистов. Ну, естественно, взрослый состав наших партнёров, это, ну, там один Добрыня на чего стоит, потрясающий артист. Я так понимаю, что у вас сложилась такая прям семейная дружеская обстановка на площадке, и вы наверняка общаетесь уже сейчас вне съёмок, да? Да, постоянно общаемся, то встречаемся у меня дома, то ещё где-то, то на всяких различных мероприятиях. Стараемся дружить, да. У нас там, тем более, много поводов для этого, и тренировки, мы хоккеем вместе занимаемся, это тоже сплочает. Да я не знаю, все парни хорошие, ну, как-то так сложился коллектив, что все какие-то положительные ребята, несмотря на роли, которые играют, реально все положительные, со всеми приятно работать, все адекватные, все трудоголики, и открыто к любым предложениям, и это действительно было интересно. Ну, что каждый что-то придумывает, что-то привносит своё, от этого то смешнее, то как-то милее становится. Ну, а какие-то, может быть, можете вспомнить курьёзные такие, интересные, смешные ситуации на съёмках? Да, не каждый день. Кто-то кого-то там разыгрывал, или как-то что-то получалось не так, как хотелось бы? Каждый день это было, постоянно. Ну, то есть, там вот у нас Ванька Жвакин, роль Кострова он исполняет. Очень смешная была с ним ситуация, уже все уставшие, снимаем хоккейные игры, и уже там 12-й час, все в коньках, естественно, у всех уже мозги там плавятся. И снимают сцену, как Ваня должен влететь, он нападающий, влететь во вратаря команды противника, забив шайбу, а потом резко встать, поднять над собой клюшку, там что-то, поорать и ехать на вбрасывание. Ваня залетает, значит, в ворота, падает, всё красиво снимает, и когда он оттуда встаёт и начинает уезжать, 300 человек массовки, две команды, понимают, что у него в руках не его клюшка, а вратарская. Она, ну, серьёзно отличается, и внешне она гораздо шире, и по весу она тяжелее. Но Ваня, как бы не понимая этого, с огромным, вот с этим счастливым лицом, с клюшкой вратаря бежит, орёт там, да! В общем, расколол всю группу, переснимали потом ещё несколько, да постоянно, каждый день происходило что-то смешное. Ещё наш режиссёр Сергей Орланов, он такой человек, у него особое чувство юмора, с ним очень смешно работать и очень интересно. Несмотря на то, что он всю группу может держать в таком серьёзном настрое на работу, он ещё позволяет всем расслабиться в плане эмоционально, потому что он разряжает обстановку всегда, это всегда очень весело, смешно. Да я не знаю, там, помню, как Сергею Габрилиану за три секунды до того, как он должен выйти в кадр, просто в костюмерный цех подбегает, кидает штаны, вы не в те штанах, переоденьте, если успеете! И убегает, и он успел. Это тоже было очень здорово. Да и постоянно, 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 постоянно. Мы приезжаем туда, начинаем смеяться. Нам всем весело, хорошо. Ну это здорово, когда такая позитивная обстановка. Я так понимаю, что продолжение следует? Вот вчера стартовал третий сезон, разбили тарелку, наконец-то. Гораздо интереснее всё будет, авторы много чего интересного придумали. То есть новые какие-то интриги появятся? Да, там и с хоккеем будет очень всё интересно. Илья, вам нравится ваша популярность? И не боитесь ли вы как-то вот, ну, есть такое выражение у актёров, когда какая-то роль приносит успех, вот человек остаётся героем одной роли? Да. Что вас будет ассоциировать только с этим героем? Есть такие переживания, они были перед тем, когда нам предлагали третий сезон. Естественно, думаешь о том, что это ещё 40 серий, уже 80 есть, и ещё 40. Так, и опять Миша Пономарёв, и на улицах тебе говорят Миша Пономарёв. И вот с этими гастролями, с которыми мы ездили, там, почти 20 городов мы объездили, и везде Миша, 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 все дети, да и не только дети, но ещё и взрослые. Мы действительно за эти гастроли поняли, что мы для кого-то не просто любимые стали герои, а стали кумирами для многих. Это, с одной стороны, как-то тебя приободряет, как актёра, ты понимаешь, что, видимо, всё это не зря, потому что если хотя бы один ребёнок в нашей стране из-за этого сериала пошёл заниматься хоккеем или фигурным катанием, это уже круто. А их тысяча детей, которые пишут мне, пишут дети там с тяжёлыми заболеваниями, что они нашли в себе силы перебороть себя и пойти заниматься. И ты сидишь, читаешь эти письма, у тебя слёзы на глазах наворачиваются, ты понимаешь, что это всё не зря. Естественно, когда тебе продюсеры предлагают третий сезон, ты вспоминаешь всё это и думаешь, ну а как? Ну, конечно, хочется. Но как у актёра, естественно, есть эта боязнь того, что третий сезон, и не хочется оставаться в этом амплуа, она всегда, хочется чего-то нового. Но в связи с этим сейчас в июне выйдет «Полный метр», где я главную роль сыграл в фильме «О войне» с Андреем Мерзликиным. И сейчас в Омске проходил фестиваль «Движение», на котором показали этот фильм, была премьера. Как называется? «Единичка» называется фильм. 44-й год, артиллеристы. Очень интересная получилась работа. Вот получили приз за лучший сценарий, отдельный приз жюри какой-то получили от губернатора Омской области. И, в общем-то, вот видео на фейсбуке я нашёл вчера, стоя аплодировали. Это прям как-то защемило где-то в груди, думаешь, ну дай бог, чтобы. Очень я переживаю по поводу этой премьеры, потому что это дебютная моя работа в кино. «Полный метр», ещё главная роль, ещё фильм о войне. Ну, любой артист мечтает сыграть военную какую-то драму. У нас очень действительно интересный там сценарий получился. Ну, вы довольны своей работой? Ну, честно, я доволен, потому что, опять-таки, мне везёт на съёмочную группу. Коллектив был очень крутых профессионалов. Я давно такого не встречал в кино. Да вообще не встречал, наверное, никогда. Первый раз я с такими профессионалами работал. И Андрей Мерзликин как партнёр – это такой подарок судьбы, я вам скажу. Он многому чему научил. Даже ничего не говоря, просто находясь рядом со мной в кадре. Это была такая крутая работа. Мы ещё снимались и в Польше, и в Подмосковье, и в Польше этот замок. Господи, это всё такая сказка была. И я надеюсь, что у нас получилось. Потому что действительно работали прям, ну так, добросовестно. Правда, добросовестно. С отдачей, да. А когда мы сможем увидеть этот премьер? 11 июня будет премьера. Премьера. Да, сейчас вот трейлер появился уже. Я в одном из интервью читала, что у вас есть такое желание овладеть ещё профессией и режиссёра, и оператора. И даже у вас было в планах поехать за границу, поучиться этому ремеслу. Ещё желание-то осталось? Желание осталось, есть. По поводу операторской работы, это, конечно, посмотрим. Но режиссёром стать очень хочется, да. По поводу учиться за границей, меня, конечно, переубедили в плане того, что у нас лучше гораздо образование, и надо оставаться здесь. Потому что терять сейчас то время, которое буду учиться за границей здесь, можно остаться, в принципе, вне, в течении, и потом будет очень сложно. А так, да, я стараюсь делать всё возможное для этого, и как только у меня что-то на горизонте начнёт появляться, я не упущу своего шанса. Очень хочется, потому что, мне кажется, мне есть чего сказать, и я ещё смогу. Ну, просто становиться режиссёром нужно всё-таки, имея какой-то жизненный опыт. Мне 23 года, и мне кажется, у меня ещё многое впереди, и я ещё успею это на себе попробовать. Нужно немножко почувствовать самому себе, что я уже повзрослел, и я готов к чему-то. Какие-то идеи есть, но хочется, чтобы это было в голове уже цельной картины. Сложилось. Да, всё сложилось пазлами. Что у вас, вы говорили где-то, вот я тоже смотрела или читала, есть желание снять картину, именно посвящённой жизни молодёжи? Да, хочется. Хочется именно вот... Драму мне хочется снять. У меня есть идея по поводу фильма о двух сёстрах. Мне почему-то очень интересна эта тема, именно какие-то внутрисемейные вот эти. Не знаю, может быть, это из-за того, что у меня семья такая. Я не знаю, как это сказать. Я ни разу не видел, как у меня родители ссорятся. Они любят друг друга. В этом году будет 25 лет, как они вместе. У меня бабушка с дедушкой всю жизнь вместе прожили. У меня бабушка вообще одуванчик. Ну, она... То есть все мои друзья, кто её знает, все говорят, что добрее человека они не видели. Она над рекламой может плакать там по полчаса. Это и всем детям передалось. У нас есть какая-то такая в семье нотка добра. Мы все друг к другу такие какие-то положительные, что мне хочется в кино именно или в моей работе. Но мне везёт на такие роли, вот на обратной моей семье. То есть на что-то вот такое драматическое. У вас сегодня слишком благополучная жизнь, что вам как раз кинематограф даёт возможность себя прожить жизни других людей. Да, да, да. Но для этого мы и занимаемся актёрской профессией. Это самое крутое есть прожить какие-то ещё жизни, попробовать на себе много чего интересного. Начиная от спорта, заканчивая вот какими-то драмами семейными или там пусть просто жизненные драмы. Это всегда интересно. Каждый новый сценарий ты получаешь. Какой бы он ни был. Я не знаю, у меня не было ещё сценария, который бы мне был неинтересен. Ну, правда. Просто находишь, в чём себя заинтересовать. В той или иной роли всегда есть какие-то моменты, которые действительно интересны и просто хочется даже попробовать, а как у тебя это получится или нет. Да что там сценарий, даже пробы, когда присылают, уже интересно поехать, просто одну сцену сделать, чтобы посмотреть, как у тебя это получится или нет. И в завершении нашей программы хочу задать такой вопрос. На книге время остаётся? Что-то читаете? Остаётся. И это такая цель номер один всегда в голове. Не забывать о том, что нужно читать. Я пока в школе учился, очень не любил читать. Не знаю почему. Ну, так сложилось. Просто не любил. Меня дома дедушка, я помню, заставлял. Прям принудительно читай. Любую книгу он мне открывал. Читай, читай. Я не любил. А институт привил мне эту любовь. Научили читать книги. Научили что-то представлять в голове вообще, как это всё должно быть. И интерес к книгам появился. И постоянно что-то вот... Там у меня вот опять же девушка что-то купит новенькое там почитать. Ну и стараюсь я, конечно, возобновлять в голове то, что читал в институте, потому что постоянно это всё забывается. У актёров у многих ещё есть такая история в голове, что ты читаешь сценарий, играешь его, а потом из головы его вычёркиваешь, забываешь. Просто там уже через три дня после окончания съёмок ты не помнишь, чего ты играл вообще, какие слова говорил. Ну просто потому что нужно освобождать место для следующих ролей и так далее. Спасибо большое за интересный разговор. Мы хотим вам пожелать дальнейших творческих успехов. Мне кажется, у вас есть какой-то такой ангел-хранитель, который вот вас оберегает. Вы вот рассказали про свою семью и как всё удачно и складывается у вас в карьере. Поэтому мы хотим вам пожелать дальнейших успехов и в актёрской карьере, и расширить применение своих талантов. И действительно, может быть, подумайте, какой-то интересный проект, потому что сегодня это бич. Дети не читают. А так как вы человек молодой, молодёжь к вам прислушивается, то это можно сделать интересно и талантливо. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Дорогие друзья, я напоминаю, что в эфире была программа «Утренний кофе». Я надеюсь, вы получили удовольствие от нашей беседы. Напоминаю, что с нами сегодня был замечательный, интересный, молодой и перспективный Илья Коробков.